Привет, друзья! Решил собрать какие-то новинки Computex'а 22-го года в одно видео, чего-то я еще, естественно, не видел. Ну, если что-то еще будет, то обязательно сделаю такой еще один сборничек, как сегодняшнее видео. Но все интересное сразу после необычного предложения. Все говорят, сначала заплати, а потом мы тебя научим. А нашлись люди, которые сказали, научись, а потом расплатишься с первой зарплаты. Невиданная щедрость. Подробности у Ильи. Специальность в IT может стать мощным социальным лифтом, источником достойного заработка и других преимуществ, особенно актуальных для нашего времени. И если вы давно ищете способ начать работать в IT, возможно, вам будет интересно познакомиться с программой от Ката Академия. Одна из фишек Каты оплата производится только после вашего успешного трудоустройства. Студенты платят за обучение не единоразово кругленькую сумму, здесь и сейчас, а 17% от своей будущей зарплаты уже после выхода на работу на протяжении двух лет. И зарплата эта по договору не может быть ниже 100 тысяч рублей в месяц. Если вы такую работу найти не сможете, вы за обучение ничего должны не будете. В Ката Академии вы будете изучать Java, которое стабильно остается востребованным языком программирования. Пройдете стажировку в проекте и получите бесценный опыт работы в команде. После окончания основной программы вас подготовят к собеседованиям и помогут составить резюме. Для поступления на курс потребуется пройти экзамен, к которому можно подготовиться за пару недель даже с нуля. Поторопитесь, оставьте заявку по ссылке в описании, чтобы успеть в текущий поток. В 2019 году на Computex, если не ошибаюсь, с годом, по-моему, 19-й был, Asus показали свой концепт утопия. Это видение Asus будущего ПК. Концепт пока остался концептом, а вот Gigabyte с MSI на этом Computex показали материнки, скомпонованные так, что все коннекторы обращены на обратную сторону материнской платы. Какой в этом смысл? Эстетический. Все провода теперь подключаются с обратной стороны, и открыв крышку корпуса, вы увидите только строгие очертания компонентов, никаких проводов. Но одной переработанной материнки мало. Gigabyte, как минимум, показывает сразу набор, который позволяет полностью убрать провода из, так скажем, парадной части внутренностей корпуса. Для этого нужно, чтобы на видеокарте коннектор также переехал с верхней части на нижнюю. И нужен корпус, в котором реализованы все необходимые отверстия, ведь, например, питание процессора так просто не подключить с обратной стороны. В общем, все комплектующие должны соответствовать этой идее. И что ж, получается, если человек захотел, чтобы у него все вот так вот было без проводов, красиво, то ему придется брать все от одного бренда? Думаю, что нет. Мы видели такую материнку от Gigabyte, такая же есть от MSI. Уверен, и другие, если еще не сделали, то сделают так же. Производители корпусов нарубят в своих изделиях нужных отверстий, и можно будет, как и раньше, комбинировать комплектующие, только теперь объединенные новой общей идеей. Ryzen в 7000-й серии у нас пока еще нет, а материнок – пожалуйста. Все показали росы просто материнок на чипсете X670i. Оказывается, будут и среди них, и получше, и попляшивее. У кого-то аж 26 линий питания, у других 16, на примере Ezrock. А у Asus в самой топовой материнке заявлено 22 линии питания с силовыми каскадами, рассчитанными на силу тока в 110 Ампер. Сварочные аппараты прям. У топов MSI, так же, как и у Ezrock, 26 линий питания по 105 Ампер. У младших – 16 линий. Маркетинговые материалы напирают на то, что там замечательные радиаторы на силовых каскадах. Но, на мой взгляд, они там не сильно-то нужны. Наш эксперимент показал, что при большом количестве линий питания на качественных компонентах с радиатором и без, MOSFET нагреваются без существенной разницы. Меньше всех линий питания у флагмана Gigabyte Aorus Extreme только 18 штук. Но не думаю, что они от этого будут сильно хуже. Или мы что-то пока не знаем про Ryzen 7000 и его потребление. Цены озвучены пока не были. И, кстати сказать, все показанные материнки X670 с обычным размещением коннекторов. Подтверждением того, что новые процессоры Ryzen будут иметь тепловыделение и энергопотребление выше, чем предыдущее поколение, служат не только мощные цепи питания на новых платах, но и возросший TDP. Раньше он был 105 Вт, что справедливо только для базовых частот. Сейчас 125 Вт. Для нового сокета AM5 также повышена допустимая мощность. Так что Ryzen будут, по всей видимости, жрать электроэнергию, которая, в свою очередь, будет преобразована в тепловую энергию. Как сказали представители AMD после презентации, 5,5 ГГц, показанные в их тесте со сцены, процессор достиг сам, без дополнительного разгона. Охлаждала его при этом обычная жидкостная система, все в одном, с радиатором 240. Ну, тут нет ничего удивительного, так как во время игр на процессор все же идет нагрузка гораздо ниже, чем в некоторых других приложениях. И вполне вероятно, что сам процессор на такую частоту не выйдет, если будет занят рендерингом. Еще стало известно, что графика, встроенная в Ryzen 7000 серии, не будет такой производительной, как я понадеялся. Представители AMD заявили, что вычислительные ядра не будут такими же большими, как в APU, установленных в ноутбуке и дисктопные гибридные процессоры. Стройка на 7000 серии процессоров не несет смысла выбить всех из себя, в том числе с рынка недорогих видеокарт. А просто для тех, кому дискретка не нужна, для тех, кто все купил, а видюху еще нет, и для проверки. Если что-то не работает, проверить работу дискретки можно переключившись на встройку. Вот именно так AMD обрисовали цели установки встройки и без встройки процессоров не будет. Помните громкий анонс Asus и Nvidia двухлетней давности, когда они представляли ультра-супергеймерский монитор с частотой обновления экрана 360 Гц? Ну так вот, та же парочка Asus и Nvidia шагнули значительно дальше и представили монитор с частотой обновления 500 Гц. Еще не совсем понятно, в чем радость от 360 Гц, а нам уже нарисовали 500. Это будет 24-дюймовый монитор с ТН-панелью. Тут не важна цветопередача, тут важна скорость отклика вкупе с частотой обновления экрана. Чтобы убедить нас, что вопросы обновления и отклика решены честно, Nvidia сделали короткий ролик, в котором убеждают, что нынче 144 Гц слайд-шоу, которое станет скоро болезненным для тех, у кого сейчас кровь из глаз при 60 Гц. Однако тут и кроется самая главная уловка. Разглядеть разницу можно только в замедленном воспроизведении. На нормальной скорости разницы не будет. Ну, по крайней мере, вы ее не увидите. У человеческого мозга есть много разных замечательных свойств. И вот, например, проекторы, построенные по технологии DLP, и вот похожие, где каждый отдельный момент времени демонстрируется изображение только в одном цвете. Невозможно было бы смотреть. Но благодаря тому, что у нас это все потом, как бы, склеивается в одно, то получается нормальная цветная картинка. Еще один интересный монитор представили MSI. Ну, вернее, одновременно очень похожие мониторы представили и Allenware, и MSI. Это 34-дюймовые широкие панели 21 к 9 с частотой обновления экрана 175 Гц. Яркость 1000 нит. Соответственно, поддерживается HDR. И самое интересное в них это самсунговская матрица QD OLED. В ее устройстве все органические светодиоды синего цвета дополнены так называемыми квантовыми точками, которые светятся уже дополнительным цветом. Можно сказать, это новый взгляд на технологию QLED, которая должна была изначально выглядеть так, на мой взгляд. Это быстрые мониторы. По некоторым сведениям, скорость отклика может достигать 1,1 мс. А цветовой охват технически способен превысить 100% Adobe RGB. Но эти детали мне пока неизвестны. Цены на эти мониторы 1300 долларов за Allenware и 1400 за MSI. По сегодняшнему курсу это чуть меньше 74-78,5 тысяч рублей соответственно. Плюс таможенная пошлина. Уже лучше? Не 200, как за QLED Asus. Но официально в России они вряд ли скоро появятся. Надеюсь, вы слышали, что Intel переносит запуск своей десктопной графики на третий квартал. Они сделали это за пару недель до Computex, наверное, чтобы лишний раз не ждали. Да и самой Intel на Computex в этот раз вообще не было. Они провели свое мероприятие и, возможно, проведут еще одно. Так что каких-то новых известий, кроме того, что они опять что-то перенесли, пока нет. А NVIDIA показывает своего монстра Grace Superchip, который имеет 144 ядра и выполняет роль центрального процессора. Ну, если так можно сказать. В общем, то самое устройство, которое призвано заменить в готовых вычислительных устройствах от NVIDIA и серверных, Intel Askezi Eony. А Intel тем временем выпускает видео для клиентов, которым они в течение пары минут говорят, как вы важны для них. И говорят клиентам спасибо. Это пока весь медийный ответ новинкам от NVIDIA и AMD. Когда лично присутствуешь на оффлайн-выставках, то огромную кучу каких-то интересных мелочей можно получить за день. Прям вот это не укладывается. Даже в один, в два выпуска приходится разбивать. Но вы помните прошлые годы, которые мы делали выпуски с Computex. В онлайн, когда получаешь информацию онлайн, это не так интересно, это не так информативно. Плюс оффлайн можно всегда на стендах с представителями компаний какой-то провести диалог. То есть узнать что-то новое. Или там они могут для вас рассказать что-то такое, что раньше, ну, просто не доходило до широкой общественности. Ну, в общем, надеюсь, что когда-нибудь вопрос с оффлайн-выставками все же решится и вернется к тому, как это было раньше. А на этом у меня, друзья, все. Спасибо, что посмотрели. Пока, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok